Легитимная власть, она работала до 24 марта в городе Мариуполе, насколько это было возможно. Работали руководители районных администраций, это 4 крупных района. Это фиксировалось визуальным осмотром и, конечно же, количеством разрушенной инфраструктуры. То есть давайте себе представим 1356 домов, которые они спалили до основания. То есть оставили один пепел или оставили один остов, который больше ничего нет. Вы показываете яркую картинку. И под каждым домом в укрытии, не в бомбоубежище, а в укрытии находились люди. Это жители этих домов. Если мы предположим, что тот дом, 146 квартир, 144 квартиры, каждый переместился в укрытие, то минимум 50 человек находилось в этом доме. Если 1356 домов мы хотя бы на 50 человек перемножим, то цифра ужасает. А вот визуальным осмотром наши руководители районов и первый заместитель городского головы Михаил Когут, который все это время был в городе и работал, и координировал работу всех коммунальных служб. То есть, соответственно, мы понимаем, что цифра это очень оптимистическая. И почему я так уверенно говорю? Потому что они начали потом массово это прятать в тех братских могилах. И мы видим подтверждение снимков наших партнеров, которые видят, что эти сегодня братские могилы вырастают сотнями метров и продолжают расти. Также мы видим, что они сегодня спешат скрыть следы этих преступлений и уже убирают этот бетон. К сожалению, вместе с человеческими телами они вывозят это в мусор. То есть, они не считаются с людьми, не считаются, они исключительно, было правильно акцентировано внимание на том, что они пришли завоевывать территории. Путин об этом заявил на своем шабаше, который недавно проводил, что он собиратель земель русских. То есть, ему не важны люди. Он пришел их сюда убивать, пришел разрушать и грабить то имущество, которое мы заработаем. Редактор субтитров А.Семкин